Здравствуйте, дорогие друзья. Сказано, и народ согрешил. Что такое грех? Это промах, промах. Человек отклонился от правильного пути, от пути своей жизни. Он промазал то, что говорится по-русски. И в этом основная проблема греха. Он вот уводит нас от Бога. Грех отбирает кусочек души, говорят каббалисты. Грех способен оказывать косвенное влияние даже на изучение Торы. Грехи, помимо воздействия на конкретный орган внутреннего человека, приводят к ухудшению внутреннего климата. В душе есть климат такой. Душа очень чутко реагирует на происшедшую перемену. И она как бы поворачивается спиной к собственной одежде. Грязная одежда ей не по душе. Не получается ей подкреплять дальше вот этот свет принимать. Изучение каких-то наук Торы сразу теряет жизнеспособность. И практически вот человек что-то учит, это не влияет на его внутренний мир. То есть утрачивается эликсир жизни, целительные свойства его утрачиваются. Грех это очень тяжело для человека. Зло сосет из человека жизненную энергию не только во время совершения греха написано. Но и позже, все время, пока человек искренне до конца не раскаялся и не вернулся к Богу, написано. Зло, вот этот кусочек, он сосет эту человеческую энергию. Сказал Реш Локиш. Это очень много лет назад было. Когда человек впадает в гнев, один из того, что сбивает его с толку, то если он мудрец, мудрость подкидает его. Если пророк, пророчество оставляет его. А был такой Эхиэль Михал из Злочева, он наследовал от отца, это я расскажу просто короткую историю, очень ценный тфелин. Это старая известная история. И зажиточные хасиды готовы заплатить за это очень крупные деньги, но он, несмотря на свою бедность, даже слушать не хотел. Жена упрашивала его, продает фелин, еще у тебя другие есть, мы нуждаемся, но бесполезно. Просьбы не помогали. Однажды перед праздником Суккот было очень трудно достать Этрок. Один человек привез издалека потрясающей красоты Этрок, за который просил огромные деньги. Не имея другого выхода, Эхиэль Михал продал драгоценный свой тфелин, этот знаменитый, и купил Этрок. Так он радовался красиво, рассказал об этом жене. Она рассердилась, ты не продал тфелин, чтобы спасти семью от нужды, а продал, чтобы купить этот Этрок. Когда она показывала там по неосторожности, Этрок упал и стал негодным для исполнения заповедей. И что сказал Раби Михал? Он сказал, владыка мира, у меня нет больше тфелины, нет Этрока, но гнева у меня тоже не будет. И в моем доме будет царить мир. И во сне ему пришел отец и сказал, что то, что ты не разгневался, оценили на небесах выше, чем покупку Этрока. Раби Нахман из Браслова рассказывал, что по натуре он был самым вспыльчивым человеком. Но работая над собой, добился того, что вообще никогда не сердился, что бы ему не сказали, как бы при нем не поступили. Был такой Минахим Эндельс Любавич, автор галактического труда Цемах Цедых. Никогда не впадал в гнев. Бывали случаи, когда ему говорили, что в этой ситуации допустимо гневаться. Что он делал? Он брал Талмуд, свод законов и начинал изучать, действительно ли в данном случае предписано сердиться. Ну, понятно, что пока искал уже, что осталось из-за гнева. Если человек, говорит Каббала, разозлился, это гарантированно, что у него в этот момент грехов больше, чем заслуг. Мы вообще удивляемся. Вот были, когда башню строили, написано, люди строили до неба воевать с Богом. Но написано, что когда мы не принимаем ситуации, которые с нами происходят, когда мы не соглашаемся с жизненными ситуациями, когда мы идем против них, мы воюем против Бога, потому что любая ситуация поставлена им. Сказал великий Рамбан, когда человек гневается, все круги ада властвуют над ним. То есть все неприятности, которые могут быть, все убытки, здоровье, все из-за гнева. А что Каббала говорит еще? Есть такая интересная история. Вот когда у человека происходит что-то хорошее в день какой-то, написано, берегись гнева в день, когда тебе оказана помощь свыше. Написано, самое большое наказание человеку, если он в этот день получил помощь и гневается. Ну, а чтобы подвести итог, могу сказать фразу раввина Гарольда Кушнера. Лишь Бог один знает величайшую награду, которую получает тот из нас за слова, которые в гневе не слетели с его уст. Вот об этом стоит подумать. Брахава от слаха.